Доброе утро! Что остается там, за кадром, так скажем? Ой, за кадром остается довольно много, и современные концепции радио, оно как жизнь, оно растет, оно не останавливается никогда, оно развивается всегда, и поэтому, ну как-то если я сейчас углубленный анализ начну концепций новых в радиовещании, то это мы с вами в 4 минуты не уложимся. Но вообще радиокухня, ну что, ну, собственно, те самые персонажи, которые вы слышите в эфире, голосачьи вы слышите в эфире, они могут, в чем прелесть радио, отличаться совершенно от наших представлений о них внешне. И абсолютно субтильный мальчик может обладать бархатным низким голосом, и ты можешь представлять себе некоего брутального мужчину. А в этот момент у микрофона сидит юноша 18 лет. Вот. Ну, собственно, вот это. О тенденциях что еще? А можем приоткрыть немножко вот кухню в том плане, как готовится программа? То есть это спонтанная речь, или все-таки ведущий ее готовит, и это упорный труд? Это, безусловно, упорный труд, и никто не садится неподготовленным. Естественно, ведущие просматривают плейлист на сегодня, естественно, ведущие заранее в курсе, какие у нас будут игры, розыгрыши, что им нужно говорить. Видите, у них всегда перед глазами есть нужная рекламная информация, и, конечно, всегда в помощь какие-то интернет-ресурсы и свои знания. Вообще, я, когда диджеев учу, я их учила записывать какие-то ценные мысли в тетрадочку. То есть у всех ведущих старого поколения всегда существовали какие-то тетрадки, где ценные идеи, ценные мысли записывались, потому что в определенный момент их сложно достать в момент стресса из головы, а тут раз, и все получилось. Что касается рекламной информации, людям сейчас выгодно размещать ее, или вот в кризис, и никто не приходит? Ну, вообще, есть мнение такое, да, что в кризис лучше денежки попридержать и рекламу не размещать. Это совершенно напрасное мнение, поскольку как только ты ушел с рынка рекламного, а тебе тут же забыли. И нужно вкладывать хоть небольшую, но денежку, все равно оставаться на слуху, оставаться на плаву. Тем самым люди очень быстро забывают. И если ты будешь вкладываться в рекламу, тебе, конечно, будут помнить, а мы всегда сможем предложить уникальное, сделать уникальное предложение и за минимальные средства какие-то предложить интересные предложения рекламного. У нас все-таки много радиостанций. Вот в чем преимущество локальных радиостанций? Естественно, в том, что это радио оперативно реагирует на любые события, которые происходят в городе. Локальная радиостанция живет жизнью именно этого города. Это не Москва, это не что-то там еще. Пермики. Все в курсе, все находятся в этой атмосфере, в этом мире. Поэтому, конечно, это является явным преимуществом. Плюс ко всему, здесь, на местах, очень быстро мы можем что-то поменять, если какие-то новости вышли или какой-то проект у рекламодателей есть интересный. То есть мы крайне мобильные. Спасибо за такую интересную информацию. Я поздравляю вас с наступающим праздником, с Днем Радио. Я напомню, у нас в гостях этим утром была Надежда Каменева, программный директор радио «Альфа», радио «Дача» и радио нашей песни. Оставайтесь с нами, впереди масса всего интересного. Спасибо за внимание.